Мы перейдем к интеграциям с приложениями, с CRM-системами, PMS-системами. Вы наверняка все уже знаете, что есть такая возможность. У нас есть генератор шаблонов CRM, и вы можете их настраивать. Здесь я перейду сразу же на следующий сайт, интеграция 3CX-Bitrix, и дам слово Дмитрию Пахомову, как я уже говорила, представителю нашего титанового партнера «Делого разговора». Еще раз добрый день. Расскажу про наш модуль интеграции с Bitrix24. Это наша собственная разработка. Здесь мы вышли существенно за пределы call-flow дизайнера. Кое-что сделано на нем, кое-что сделано как отдельная служба на C-Sharp. В результате получилась полноценная серверная интеграция с Bitrix24, которая не уступает конкурентным решениям на других платформах. По основным преимуществам нашего модуля интеграции, журналируются звонки со всех устройств. Что важно, это не только стационарные телефоны, это веб-дестопный клиент, мобильный клиент. То есть по какому устройству вы бы ни говорили, звонок будет зажурналирован в системе Bitrix24. Журналируются отвеченные, неотвеченные, пропущенные звонки, а также которые оборвались на IVR или на очереди. Если звонок оборвался на IVR или на очереди, то вы будете видеть номер IVR, ну, добавочный номер IVR или добавочные очереди, на котором произошел обрыв. То есть полная информация, она присутствует. И вы сможете контролировать те звонки, которые не дошли до оператора. Что важно, в Bitrix24 передается файл с записью разговора. Можно его прослушать из Bitrix на нужной вам скорости. Но вот это одна из самых основных опций, которую запрашивают все клиенты, и почему штатная интеграция Bitrix, она не устраивает клиента. Далее, что важно, дело о звонке привязывается к сотруднику, совершившему, принявшему звонок. Если посмотрите на скриншот справа, то в правом верхнем углу каждого дела о звонке есть фотография сотрудника. То есть мы видим, какой сотрудник совершил этот звонок, переговорил с клиентом, ну или не дозвонился до клиента. И также присутствует информация, на какой номер поступил звонок. То есть если у вашей компании несколько входящих номеров, то вы понимаете, на какой номер поступил звонок. Опять же, если посмотреть на скриншот справа, то где заголовок звонка, в начале перед двоеточием пишется название ДИТ-правила. Вот видите, например, входящий пропущенный звонок, 8.8 двоеточие пропущенный звонок. У нас так 8.8 называется транк, который работает на 8.800. МСК – это московский номер. То есть я вижу, на какой номер поступил звонок. К сожалению, у Битрикса нет отдельного поля, куда записывать вот эту информацию, поэтому мы эту информацию записываем в заголовок дела о звонке. Также наш модуль позволяет гибко управлять входящей маршрутизацией. То есть он отвечает не только за журналирование вызовов, но и за входящую маршрутизацию. 3CX определяет ответственного за звонки и на него переводят автоматический звонок. Ответственный за лид-контакт и ответственный за звонки могут быть разными сотрудниками. Вот если мы посмотрим слева, то у нас вообще слева назначен временный менеджер. Можно назначать временного менеджера на звонки. Но это редкая опция. Обычно либо пользуются ответственным за лидом, ответственный Дмитрий Пахомов. Если не будет временного менеджера, то звонки будут на меня. Но предположим, я ответственный за лид, Но звонки должен принимать другой человек, например, Пупиков Василий. Тогда мы делаем менеджер по звонкам Пупиков Василий, и на него пойдут, соответственно, все звонки. Входящие звонки могут идти двумя путями. Он может идти сразу напрямую. Ну, в данном случае, например, на Юрия Меркеля пойдет звонок сразу же. У него зазвонит телефон, он поднимет трубку, начнется разговор. Но часто компании хотят, чтобы было голосовое приветствие при тем, как сотрудник ответит. И можно звонок пустить через такое голосовое приветствие. Причем это голосовое приветствие озвучит имя сотрудника, на которого переводится вызов. Вот здесь на скриншоте слева есть опция «Прямой звонок». Если она не выбрана, тогда звонок идет через голосовое приветствие, которое озвучивает имя сотрудника, на которого мы переводим вызов. Если прямой звонок, то, соответственно, сразу же звонок пошел напрямую без всяких голосовых приветствий сотрудника. И также работает опция прилипания звонка к сотруднику, который недавно разговаривал с лидом с контактом или с кем была недавняя попытка созвониться. Например, данный клиент недавно пробовал позвонить бухгалтеру, ну и дозвонился или не дозвонился до него, неважно, и через 5 минут перезванивать. Скорее всего, он хочет поговорить не с Юрием Меркелем, а хочет поговорить с бухгалтером, и система автоматически его соединит с бухгалтером. Прочие возможности модуля, ну они такие штатные, это автоматическое открытие карточки лида контакта, настраивается, когда будет открываться карточка, при поступлении звонка или при поднятии трубки, это по вашему желанию. Генерация нового лида происходит входящим с неизвестного номера, определяется регион, с которого поступил звонок, ну кому это актуально, и приписывается в карточке нового лида. Работает это не только для стационарных телефонов, но и для мобильных номеров, то есть по номеру определяем регион. Но правда, если это мобильный номер, то определяется, если позвонили из какого-нибудь города, предположим, Березники из областного города, то будет написано Пермский край, потому что физически нельзя определить конкретный город, ну маленький город, из которого звонят, можно определить на уровне региона. И для клиентов, которые работают со всей Россией, эта опция, она удобна, ну сразу видеть, из какого часового пояса, из какого региона пришел звонок. Дальше новый лид автоматически привязывается к переговорившему с ним сотруднику, то есть когда разговор закончился, сотрудник, который последний участвовал в цепочке разговоров, к нему и будет привязан лид автоматически. Полноценная синхронизация лидов контактов с адресной книгой 3CX. У 3CX это сейчас тоже в штатной интеграции сделано, что база данных CRM синхронизируется с контактной книгой 3CX. Но там, кстати, есть ряд таких упущений. Мы все упущения исправили, сделали полноценную полную интеграцию одной базы данных с другой. Ну в одну сторону это работает. И контакты из Bittrex, они переходят в контакты 3CX. Для чего это сделано? Это сделано, чтобы на телефоне тоже прописывалось имя и фамилия, кто вам позвонил. Это удобно. Или вы всегда на телефоне будете видеть на экране телефона, кто вам звонит. Мы предлагаем партнерскую программу для всех желающих других партнеров 3CX к продвижению продажи нашего модуля. Вообще, как у нас устроена ценовая политика? Стоимость нашего модуля складывается из двух цен. Это цена внедрения и цена стоимости лицензии. Так как модуль получился функциональным, большим, ну и достаточно сложным, то внедрение требует времени, и внедрение стоит денег. Ну на сегодняшний день это стоит 22,5 тысячи рублей для клиента. То есть все внедрить, настроить, показать, объяснить. Плюсом к этому покупается стоимость лицензии на модуль. Цена лицензии зависит от количества сотрудников, использующих интеграцию. Понятно, чем у клиента больше таких сотрудников, тем дороже будет стоить для него лицензия на интеграцию. Для партнеров предусмотрена скидка 20% от розничной цены. Для активных партнеров мы можем провести обучение, чтобы они сами самостоятельно проводили внедрение. То есть мы не стараемся все замкнуть на себя, что мы все будем делать сами. Нам даже проще, когда внедрение, будут делать партнеры сами. Но для этого надо пройти обучение. Это возможно. Ну и за более подробной информацией уже за рамками этого вебинара, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию. Сайт написан на слайде. Он простой. Можете запомнить. И там есть все контакты. В будущем к нам обращаться. Большое спасибо, Дмитрий. И от себя хочу еще прокомментировать, что это действительно очень качественная детальная интеграция. 3CX, как уже упоминал Дмитрий, она достаточно базовая. Поэтому, если есть клиенты, а они наверняка есть, которым важна эта детальная интеграция, обращайтесь смело. Клиенты готовы платить. И здесь интерес будет и у вас также.